Добрый день, дорогие друзья! Сейчас я хочу обратиться к нашим зрителям, нашим друзьям в Узбекистане. То, что я расскажу, касается непосредственно их. Многие из вас работают, живут в России, приезжают в Россию. И существует у людей мнение о том, что если возникают проблемы с властью, или с организованной преступностью, например, в Узбекистане, то можно спастись, уехав в Россию, что здесь якобы не найдут. Хочу вас разочаровать. Вот по информации правозащитной организации Amnesty International, российские власти сотрудничают с властями Узбекистана. Они выдают, российские власти выдают тех, кто ищет убежище в России. Даже не только выдают. Были прецеденты, когда российские власти отказывали в выдаче по запросу узбекских правоохранителей, узбекских служб национальной безопасности. Отказывали. Но просто тихо арестовывали человека, который ищет спасения в России. И втихую передавали узбекским средствам. Вот, как пример, можно привести Мирсабира Хамид Кореева. Наверное, в Узбекистане он известен. Он кинопродуктор, бизнесмен. Ему предъявили претензии, ему предъявили обвинения в создании незаконной исламистской группы за то, что человек на неформальной встрече высказался в поддержку женщин, которые носят платки. Ему тут же вчинили религиозный экстремизм. Он уехал в Россию. Но российские власти отказали в выдаче. Однако, совсем через короткое время, Мирсабира просто похитили. Его похитили и передали узбекским спецслужбам. Узбекские спецслужбы, наверное, это не сахар быть с ними. Потому что, по информации Amnesty International, к Мирсабиру Хамид Корееву были применены пытки. И из него просто выбивали показания. Сообщается, что ему выбили 7 зубов, сломали 2 ребра и отправили в Картр. Так что, уважаемые друзья, будьте осторожны. Не надейтесь, что вы спасетесь в России. Если вы хотите жить хорошо, жить нормально, спасаться нужно в нормальной демократической стране. Например, такой, как Соединенные Штаты или страны Европы. В России я боюсь, что вам жить спокойно не дадут. Спасибо. Будьте осторожны. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!